Хотел заграницей, я не вернусь. Ну, Гулёва. Депутат Госдумы Иван Демченко рассказал казакам, что был против того, чтобы его сын учился за границей. Сам парламентарий говорит, что приехал познакомиться. Мой прадед был атаманом станицы. Я горжусь этим и всегда гордался. У нас крепкая семья такая была. Но расстреляли его в 1937 году, а деды, прадеды отвоевали. 37 человек с семьи погибло, Демченко, конкретно только Демченко, несмотря по бабушке. И в гражданской, и в отечественной войне. В зале атамана из города-курорта, а также хуторов и станиц. Темы, которые казаки выносят на обсуждение, как правило, затрагивают не личные, а общественные интересы. Социально важные темы для Анапы и ее сельских округов. Вам спасибо огромное, что даете поддержку. Будем надеяться на совместную работу. Я вам хочу, атаманы, сказать, что мы уже работаем с Иваном Ивановичем. В плане, он уже наши проблемы знает и пытается их помочь решить. Поэтому все вопросы готовьте. Вы все услышались. По всем населенным пунктам, по всем сельским округам Иван Иванович будет проезжать. Вместе со мной, вместе с представительной администрацией, вы работаете, вы зададите свои вопросы, которые наболевшие именно в вашей станице. Демченко рассказал, что вникает в проблемы каждого населенного пункта. Он подтвердил, что уже осенью текущего года отремонтирует бассейн «Виктория», который простаивает из-за неродилого застройщика. Большая часть денег должна поступить из специального частного фонда, а порядка 6 миллионов рублей будет предусмотрено в муниципальном бюджете. В следующем году по аналогичной схеме планируется профинансировать строительство спортивного зала при Кадетской школе в поселке Пятихатки. Вы можете спросить, а то же такое дело, в одном можно дело говорить, болтать языком, а другое дело, можешь узнать, что я сделал там, по тем районам, по нашим. Тоже можете спросить у Атамана, у вас все расскажут. Поэтому... До этого Демченко как депутат представлял Абинский, Славинский и Крымский районы. В этом году его округ расширили, добавив Темрюк и Анапу. На встрече с городским активом, которая прошла накануне, парламентарий заявил, что в город необходимо привлекать дополнительные деньги из федерального бюджета на развитие инженерной инфраструктуры. Редактор субтитров А.Семкин